Немецкий в чемодане. Анимационный урок для студентов, которые не изучали этот язык раньше или уже подзабыли его. Это одно из огромного количества интересных событий, которые проходят в рамках Дни Германии в Чувашии. Выучила несколько слов на немецком Юлия Важенина. Nein, danke schön, guten Morgen. Пожалуй, самые знакомые слова. Их знают даже те, кто специально не изучал немецкий язык. Занятие в игровой форме – отличная возможность вспомнить о некотором и выучить известные словосочетания. Мы будем брать формы приветствия, но в игровой форме. То есть не будем сидеть за партой, мы будем двигаться. Потом у нас будет странновеческий твистер. То есть все мы прекрасно знаем, что такое твистер. Но это такой необычный твистер. То есть на этом твистере вы увидите все федеральные земли. То есть это как регионы в Германии. И студенты наши будут играть как в твистер, но уже социально-культурным подтекстом. Алисия Павлова приехала в столицу Чувашии из Татарстана. К сожалению, пока я не знаю немецкий, но я в процессе того, чтобы его изучить. Мне нравится немецкий язык тем, что он хоть и грубоват, но сложность немецкого языка в том, что его произносить не так легко. И грамматика для изучения требуется много времени. А я люблю выбирать трудности, и поэтому решила выбрать такой язык. «Немецкий в чемодане» не случайно анимационный урок называется именно так. Вот с этим зеленым чемоданом путешествует главный герой фестиваля мышонок Маузи. Специально для участников урока он привез с собой из Германии методические материалы, карточки и игры. Он знакомит нас, участников, вот вы сейчас тоже увидите, с формой приветствия, с формой прощания. В игровой форме мы будем знакомиться с немецкой лексикой. То есть не с традиционной формой обучения. Мне немецкий язык очень нравится. Сам по себе он язык интересный. Когда мы только-только начали изучать его, мне сначала действительно было трудно. Потому что в слове есть буквы, которые сложно произносятся. Например, сочетание «е» и «ай» читается как «ай». Анимационный урок – далеко не единственное событие фестиваля. В ближайшие две недели участников ждут виртуальные экскурсии по Германии, концерт немецкой музыки, конкурс театральных миниатюр по мотивам народных сказок. Юлия Важенина, Бахсияр Велиев, Республика.